Привет! Меня зовут Анна и мы продолжаем изучать русский язык. Тема сегодняшнего урока – предложение. Мы сегодня с вами поговорим о том, что такое предложение, какие знаки препинания ставятся в конце предложения и, конечно, поработаем со словарными словами. Итак, определите, что из этого предложения. Читаю. Своя у человека каждого добрая. Можно прямо сказать, что это предложение? Ну, конечно, нет. Это просто набор слов, которые никак друг с другом не связаны. Хорошо. У каждого человека есть. Это тоже не предложение. Конечно, что там у него есть. У каждого человека есть душа, у каждого человека есть голова или что? Непонятно. Так, а здесь третье. У каждого человека есть своя родина. Да, конечно, это предложение. Вы молодцы. Попробуем определить, как мы с вами поняли, что это предложение. Ну, во-первых, из чего состоит предложение? Есть слово. Здесь несколько слов, но они не просто слова. Посмотрите, у первого и второго пункта почему-то мы не сказали, что это предложение. Здесь тоже есть слова. Да, конечно, эти предложения должны быть связаны между собой. То есть, мало того, что они стоят в определенной последовательности, в определенном порядке, так они еще и связаны между собой по смыслу. Ну, что? Попробуем составить определение сами. Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Вот оно определение. Это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Кроме этого, слова в предложении связаны по смыслу, и в предложении есть важное слово, которое выражает главную мысль предложения. Давайте вернемся к нашему предложению. У каждого человека есть своя родина. Сейчас я буду читать по-разному, выделяя разные слова голосом. Послушайте. Три раза я прочитала предложение, и три раза я выделяла разные слова. В первом случае это было «каждая», да, у каждого человека, и я хотела таким образом передать мысль, что каждый человек, которого вы встретили, имеет свою родину, да, каждый человек. Второй, второй раз я сказала «своя родина», да, что у всех у нас родина может быть разная, особенно малая родина может быть разная, да. И в третий раз я выделила голосом слово «родина», сделала его главным. Почему? Потому что у каждого человека есть своя родина. Что такое родина, мы с вами уже обсуждали. Родина – это то место, где человек родился, да, поэтому у человека есть своя родина. Кстати, слово «родина» является словом словарным, нам нужно его запомнить. Вы можете остановить видео и записать его себе в словаре. Обратите внимание, здесь очень важно запомнить безударный гласный «и», можно случайно написать букву «е». Кроме этого, часто очень пишут слово «родина» с заглавной буквы, таким образом хотят подчеркнуть торжественность этого слова, но это не всегда уместно. Таких случаев очень мало, а в основном слово «родина» пишется со строчной буквы. Давайте сравним предложение. Быстро пролетело лето. Быстро пролетело лето. Быстро пролетело лето. В чем разница? Ведь предложения одинаковые, слова одинаковые. Правильно, разница в интонации. Мы с вами интонацию узнаем по знакам препинания, которые стоят в конце предложения. Это может быть точка, восклицательный знак или вопросительный знак. Я предлагаю вам поставить в конце этого предложения разные знаки. Давайте посмотрим. Как мы будем читать это предложение? Попробуйте сами. Скоро начнется зима. Точка, когда стоит в конце предложения, указывает на то, что мы должны просто спокойно высказать какую-то информацию. Это предложение читается спокойно. К точке у нас интонация как бы понижается. Скоро начнется зима. Восклицательный знак. Скоро начнется зима. Да, восклицательный знак обозначает восклицание. То есть мы радуемся зиме. По восклицательному знаку выражают разные эмоции. Скоро начнется зима. Или «Скоро начнется зима! Как я не люблю это время года!» Можно разные эмоции выражать, ставя в конце восклицательный знак. Ну и последний. «Скоро начнется зима!» Обратите внимание, снова я голосом выделяла разные слова, каждый из которых становился в определенный момент главным, важным. Кроме этого, я еще задала вопрос. Вопрос на письме показывается таким знаком припинания, как вопросительный знак. Ну что, слова «скоро» и «быстро», которые мы использовали в предыдущих предложениях, являются словарными. Обязательно запишите их к себе в словаре. Обратите внимание на то, что они пишутся. На конце у них пишется буква «о», «скоро», «быстро». Попробуйте подобрать рисунок, иллюстрацию или фотографию, может быть, вы где-то распечатаете и вклеите себе в тетрадочку, для того, чтобы лучше запомнить эти слова. «Скоро», «быстро». Ну и последнее. Поговорим о том, как составить из слов предложения. У меня есть четыре слова. Попробуйте остановить видео и составить из них предложение. Я поменяла слова местами. Получилось ли предложение «под ёлка ёжик жить»? Нет, получилось просто набор слов. Для того, чтобы составить предложение, нам нужно поменять форму некоторых слов. В этом случае я меняю слово «ёлка» на слово «ёлкой», и слово «живёт». Я добавляю вместо последнего слова. Получается «под ёлкой ёжик живёт». То есть, что я делала? Во-первых, я расставила слова в правильном порядке. Во-вторых, я поменяла формы слов, изменила их немножко, для того, чтобы они были связаны между собой по смыслу. Но, когда будете записывать это предложение к себе в тетрадочку, не забудьте на конце поставить правильный знак при пинании. Остановите видео, снова потренируемся. У вас семь слов на экране. Попробуйте сами составить предложение. У меня получилось предложение. «Осенний ветерок весело играет с листьями деревьев». Такое длинное, сложное. Кто справился, вы большие молодцы. Это было действительно сложное задание. Слово «ветер» является словарным. Мы его записываем себе в тетрадочку. Вы можете рядом нарисовать вот такую иллюстрацию, да, как будто листья летят по ветру, да. «Ветер» безударный гласный у нас, буква «Е» непроверяемая. Нужно ее запомнить. Ну что, подводим итог. Мы сегодня говорили о том, что такое предложение. Это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Мы сказали о том, что слова в предложении связаны по смыслу. И в предложении есть важные слова, которые выражают главную мысль. Кроме того, мы с вами вспомнили, что в конце предложения ставятся знаки, припинание, точка, восклицательный знак или вопросительный знак. И я вас очень прошу, запомните написание слов «родина» и слова «ветер». Ну, у меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке. Пока!